Доброе утро! 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 Но теперь их жаба стала душить в два раза больше, потому что на персоналке-то появилась игрушка Вормс. Но они отплатят им той же монетой, потому что Вормс есть и на Супер Нинтендо. Итак, червячки на Супер Нинтендо! Итак, несколько слов о сюжете. Вормс, как следует из названия, предстоит командовать с взводом Браво Червячков Коммандос, экипированных так, что, пожалуй, герой Арнольда Шварценеггера из фильма «Комманды» им бы крепко позавидовал. Игровое поле очень напоминает ландшафт из популярной игры Лемминги, да и сами герои настолько же миниатюрны. Для каждого боя происходит автоматическая случайная генерация ландшафта. То ваши бойцы оказываются в лесной местности, то в полярной, а то и просто в самом пекле. Все предметы ландшафта прорисованы с любовью и подают полю битвы рельеф необходимой сложности. Именно здесь и встречаются противоборствующие стороны для выяснения весьма недружелюбных отношений. И разборки эти кончаются только тогда, когда все противники обезврежены. В период боевых действий взвод обладает значительной подвижностью, так как каждый из червячков может ползать, прыгать и даже телепортироваться. Кроме того, в распоряжении ваших солдат богатый набор фортификационных возможностей, копания туннелей, как по вертикали, так и по горизонтали и тому подобное. Огневая мощь червячков также выше всяких похвал. Можно разить противника на дальних дистанциях, из базуки закидывать гранатами. И в ближнем бою червячки представляют более чем реальную угрозу. Узи и помповое ружьё в их руках бьют без промаха. А на худой конец можно заехать противнику просто по голове. Если вам не по душе открытое ведение войны, то можно заняться подрывной в прямом смысле деятельностью. То есть подкладывать динамиты под приятеля и быстро удирать. Конечно, если вам это удастся. А если враг на свою беду сгруппировал все свои силы в одном месте, то нет ничего лучше, чем нанести по нему авиабомбовый удар, то есть аэрстрайк. Количество единиц и типы оружия, доступные командам играющих, устанавливаете, конечно же, вы. И это делает игру ещё более многогранной. Кроме того, арсенал может пополняться и во время боя, так как ящики с оружием периодически падают буквально с неба. Развитие боевых действий в Ормс разбито на поочерёдные ходы. Во время очередного хода управление каждым из червячков передаётся во взводе по кругу. Если занять выгодный оборонительный рубеж, то ничего не остаётся делать, как заняться вещанием гранат по силам противника. Результат просто сногсшибательный. В качестве противников может выступать как ваш собственный компьютер, так и ваши друзья в количестве четырёх человек. И тогда уж война получается действительно тотальной. Поиграть четвером против друг друга с собственными взводами. Вот это да! И можно смело утверждать, что в Ормс надолго лежит в вас и ваших друзей покоя и сна. Продолжение следует... ... ... Они создали новую заболевание мира. Простите эти войны, пока они случатся. Привет. Я американский пилот военно-воздушных сил. Выполнив три задания под названием «Пустынный удар», «Удар джунглев», «Городской удар», я ушел на заслуженный отпуск. Но тут пришла весть, что Советский Союз хочет устроить Третью мировую войну. И меня живо посадили на вертолет и отправили на секретное задание с кодовым названием «Советский удар». Четвертая часть страйков превзошла все ожидания. Во-первых, здесь уже не один вид, как в прошлых частях. Вертолет можно рассматривать к любой точке обзора. Во-вторых, игра стала более реальной. Падая в воду, вертолет не взрывается, а тонет. А если подлететь вплотную к зданию, то вертолет не стукнется в него, а просто наберет высоту и пролетит над домом. Сразу же бросается в глаза великолепная, четкая графика. Видны даже автоматы в руках пражеских солдат. А вид гор, снегов, равнин и родных русских дорог, ну просто невозможно описать. Как вы уже поняли из названия «Совет Страйк», американцы высадились в России. Наши могут развязать третью мировую войну, и миролюбивые американцы сделают все, чтобы свести эту угрозу к минимуму. А так как действовать напрямую они не могут, то засылают в тыл русских переоборудованный и усовершенствованный магикан. Вертолет имеет уже не три, а четыре вида вооружения. Добавились тепловые ракеты убийственной мощности. Даже в прошлых страйках придется выполнять различные задания и миссии. И чего только не прикажут сделать – взрывать здания, спасать заложников, задерживать армию. Уничтожать атомные подводные лодки, сопровождать союзников и многое другое. В каждом уровне предстоит выполнить от 9 до 15 заданий. Также можно выполнить второстепенные миссии, на которые могут добавить оружие, дать более меткого пилота, а если повезет – получить их жизнь. Также нельзя не сказать о качественных видеозаставках перед каждой миссией и между ними. Игра, правда, стала гораздо сложнее, так как воевать придется против русских. А русские техника всегда была лучше американских, да и промахиваются не реже. Вам противостоят почти все виды российских войск – от простых джипов и БТРов до танков Т-72 и ракетных установок. О черных акулах, эсминосцах и атомных подводных лодках я уже не говорю. Одним словом, «Совет Страйк» стал достойным продолжением «Урбана». Я просто уверен, что не найдется такого человека, кому бы она не понравилась. А теперь традиционная рубрика «Хэл». И сегодня секреты будут к играм «Primal Rage» и «Pitfall» на приставочке «Сега». Игра «Pitfall» на «Сеге». Поставьте бумеранг на старт и введите код B, A, вниз, C, вправо, A, B. И вы будете играть в подземный бонус-уровень. А если вы наберете код B, A, вправо, C, вправо, вверх, вниз, то у вас будет суперскорость на старте. Игра «Primal Rage» на «Сеге». В главном стартовом меню «Start Options» введите пароль. Влево, вверх, вправо, вправо, вверх, влево, вправо, вправо, влево, влево, вверх. Появится экстра меню, где вы можете поставить «Бессмертие», «Убийство с одного удара» и многое другое. Ну вот и подошло время для проведения четвертой викторины. Напомню правило. Мы задаем вам три вопроса и вы должны дать им точные ответы. Победители викторины получают грамоту и приглашаются на суперигру «Денте», которая будет проводиться в конце декабря. Итак, внимание, вопросы. Вопрос первый. Назовите как можно больше игр, сделанных по мультфильмам компании Warner Brothers. Вопрос второй. Сколько уровней вам показали сегодня в игре «Soviet Strike»? И вопрос третий. Отрывки из какой игры будут в конечном клипе? Ответы можно приносить в дом «Денте» и на чемпион «Денте» каждую среду в 18 часов. Ну вот, на этом наша передача и подошла к концу. Желаю удачи и до встречи через неделю. «Денте» и до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok